Всем привет! Ой, тыква, извини, не буду тебя цеплять. Я же обещала вам максимально атмосферное предхэллоуинское осеннее видео с тыквочками. Все на месте, тыквочки. Меня можно поздравить с зачислением на слизерин. Это супер коротенький ролик, он будет в формате дайджеста. Я просто поделюсь тем, что у меня происходит, чем я сейчас занимаюсь, немножко про планы. И в конце ролика покажу работы, ваши работы в рамках конкурса, который совсем недавно закончился. Мне очень хотелось сказать хоть каким-то образом спасибо другим ребятам за участие, поэтому вот я придумала такой ролик. Еще отвечу на один вопрос, он касается обзора маркеров Artistics. Решила записать ответ в формате видео, потому что просто устала отвечать в комментариях. Итак, все по порядку. В этом году я наконец-таки купила тыквы. Очень долго искала красивые, ведь вроде ничего. Начну, пожалуй, вот с этой штуки. Это подарочный блокнот, в котором каждая страничка новый вид бумаги. И тут есть крафт, и даже черная бумага, и куча всякой другой бумаги, и есть бумага из моих скетчбуков. Решила превратить этот скетчбук в тыквенный. Осенью он будет в оранжевых тонах, а зимой я начну рисовать какие-то зимние тыквы. Еще про скетчбуки. Смотрите, максимально осенний скетчбук. У меня, как выяснилось, все скетчбуки очень осенние, но вот этот решила сегодня выделить и показать вам. Если вы хотите приобрести какой-то из моих скетчбуков, но сомневаетесь, подойдет ли он вам, и еще в чем-то сомневаетесь, то посмотрите два обзорных ролика, которые вышли на каналах Даши Мистикл Баттонс и Ксюши Хэппи Ксю. Большое спасибо и Даше, и Ксюше за потрясающие прекрасные ролики и положительный отзыв о моих скетчбуках. Мне было очень приятно, что вы оценили и упаковку, и бумагу. Каждую посылочку пытаюсь превратить в маленький подарок. И также я оставлю все ссылки касательно скетчбуков и других вещей, про которые сегодня буду говорить, в описании под роликом. Поэтому, если у вас возникает вопрос, где что-либо найти, ищите в инфобоксе. И у меня есть настоящая осенняя история. Этот комикс вышел в этом году в феврале. Вот так он выглядит. Показывала его не в одном ролике, и даже есть несколько роликов с процессом работы над этой историей. И, поверьте, она очень хэллоуинская. Это Silent Comics. Комикс без слов. Тихий комикс. И хочу показать один кусочек из этой истории. Вот эти две странички и вот это. Хочу выцепить этот эпизод и превратить в пост в инстаграме. Будет такая маленькая история. Тут у меня еще лежат мои фирменные квадратные открытки, которые, я думаю, все уже запомнили по их дизайну и оформлению. Это фрагмент как раз из комикса, который я вам показала. А такие открытки чаще всего получают ребята, если заказывают скетчбуки с обложкой «Адский лисик». Какие-либо скетчбуки, их там много разных вариантов по формату. Я заполняю еще другой скетчбук параллельно с этим. Когда у меня появляется немножко времени, тут много чего есть. На самом деле уже даже еще чуть-чуть и буду снимать обзор. Этот скетчбук не тематический. Тут просто разные-разные работы собраны. Вот мне хочется что-то нарисовать. Я беру этот скетчбук и рисую. Надеюсь, что к концу года порадую вас новым обзором. Отвечаю на вопрос под прошлым роликом, на какие маркеры, на какую марку маркеров похож корпус в маркерах Artistics. Это Fine Color. Все, кто ответили так, вы молодцы. Все правильно. И был частый вариант ответа. Эти маркеры похожи на копик, но чтобы это понять, нужно подержать их в руках. Потому что на копик они не похожи из-за сечения корпуса. Да, вот если так смотреть, они похожи. Но как только вы порисуете копик, подержите их в руках, увидите вживую, но у вас просто не появится варианта, похожий на копик. Потому что копик имеет овальный корпус, овальные колпачки. Это вот прям чистый овал, без ребер. А вот этот вот корпус, он как будто бы прямоугольник со скругленными углами. И тут с одной стороны колпачок похожий на весь корпус, и корпус менее овальный. Он имеет ребра. У копика пластик светлее, надеюсь, будет видно на видео. И он по размеру чуть меньше, буквально на 3 миллиметра. И, пожалуйста, не расстраивайтесь, никто, кто не угадал, на что похожи по корпусу эти маркеры. Это не какой-то конкурс и не челлендж. Я просто спросила, потому что мне было интересно, кто-нибудь узнает в этом корпусе то, что я узнала. И все. Тут можно было дать точно верный ответ, только если ты рисовал и тем, и другим, и вообще много чего попробовал. Поэтому все в порядке. Все, кто голосовал за копик, вот я вам рассказываю, что на копик не похоже, но похоже на другую марку. Комментариев было очень много. Я решила, что раз я это все затеяла, то покажу в каком-нибудь видео наглядно все про эти корпусы. И на самом деле вот этот вопрос, который я задала в обзорном ролике, потянул за собой идею сделать большой обзорный ролик на все марки маркеров, которыми я рисовала. Но только там не будет плохих марок. Я выберу только достойные, хорошие, проверенные. Ничего плохо работающего рекомендовать и показывать на своем канале не хочу. И последняя предновость. Это вот у меня появились такие скетчбуки, и они являются частью продукции, которую можно приобрести, если вы покупаете книгу. Эти скетчбуки я напечатала в тестовом формате, потому что мне давно хотелось сделать какие-то крошечные скетчбуки только для выкрасок. Потому что до этого я обходилась вот такими бумажками. Бумажка, доставайся. Мне в какой-то момент надоело их хранить, собирать или просто тестово что-то пробовать. И я решила, что для всяких разных зарисовок, идей и каких-то тестов нужно создать маленькие скетчбуки, не рисовать на обрезках. И вот они наконец-таки появились. В двух вариантах по дизайну и в двух вариантах по креплению. Количество страниц тут одинаковое. И последняя супер штука. Та-дам! Это книжка. Все, кто купил эту книжку, все, кто собирается только ее заказывать, все, кто уже давно прошел все задания, такие тоже есть. Огромное вам спасибо. Просто миллион спасибо, неколучи благодарности. Целую в обе щечки, потому что вы замечательные, вы поддерживаете мои проекты. Я хотела и упаковкой, и оформлением всей посылки сказать вам еще раз спасибо. Вот чтобы вы держали ее в руках и понимали, я очень вам благодарна за то, что вы купили мою книгу, поддержали мой проект. Большое спасибо за такую поддержку. Смотрите, какой корешок. Мне очень нравится, как он смотрится. И я любитель вот такого плана корешков, толстеньких, внушительных. Это мой образец. Он немножко уже пострадал, потому что он катается со мной везде, ходит на встречи и так далее. Посмотрите, это все. Это финальный тираж. Уже сейчас более спокойно отношусь к тому, что я написала книгу, потому что, наверное, месяц, пока длились предзаказы, и я ждала тираж. Я не понимала, что происходит. Сейчас я понимаю, что все классно. Я довольна проделанной работой, я довольна результатом. И я хочу еще делать такие проекты. Меня это очень сильно вдохновило. Сам процесс, сама работа, вот каждый этап меня неимоверно радовал. Ваша поддержка, то, что вы покупаете эту книгу, отзывы, которые я читаю, встречи с раздачей книг, презентации. У меня было две презентации книги. Первая более уютная, более ламповая и закрытая. И вторая немножечко более официальная, но не менее приятная и классная. Они отличались тем, что на первой встрече я чувствовала себя супер расслабленно, супер комфортно и нисколечко не волновалась. Вот ноль. Ноль волнений. Такое практически невозможно. А вторая встреча была более волнительной, потому что там буквально пять человек знало, чем я занимаюсь и что за книга, а остальные, более тридцати, не знали. И мне было как-то неудобно обо всем этом рассказывать, и как-то страшно. И, короче, куча всяких там эмоций было. Но все прошло замечательно. Все ребята, которые были на всех этих встречах, очень приветливо, дружелюбно ко мне отнеслись. И всем вроде понравилось, что я рассказывала. Поэтому всем-всем, кто вдруг будет смотреть этот ролик и был на какой-либо из встреч, огромное вам спасибо. Вы подарили мне строителей, тихо. Огромное спасибо всем ребятам, которые посетили оба этих мероприятия. Еще в книге идет такой буклет. Буклет всем так понравился, что многие ребята просили меня выпустить его отдельным продуктом, чтобы можно было купить вне книги. Если вам вдруг не нужна книга, я это сделала. Теперь буклет можно купить, выбрав в товарах в группе ВКонтакте. Вот так он выглядит. Кто помнит и следил за процессом создания маркерной книжечки, так выглядела самая первая обложка моей книги, когда она была еще проектом совместным с маркой Скетчмаркер. Сейчас, после выхода книги, я хочу чуть побольше делать роликов для канала. Конечно же, продолжать все, что я делала для Patreon. Доделать комикс пятый. Сначала выйдет пятый, потом четвертый, потому что там работы меньше. Нужно еще немножечко постараться, и все, можно будет собирать его окончательно. Еще я хочу начать делать диджитальные ролики с участием iPad. И сейчас тестирую, как лучше всего это все показывать и записывать. Эти ролики, скорее всего, будут в таком формате более обучающим. Это я уже готовлюсь к новой книге, которая 300 персонажей. Да, буду вам все также показывать. И вот эти iPad-ные ролики, о которых я думаю, они будут иметь непосредственное отношение к упражнениям из этой книги. Из видосов, которые будут выходить на канале, во-первых, у меня есть в сообществе супер список. Я все-все помню, что я вам должна. Не надо мне напоминать. Лучше поддержите меня на Patreon, правда, вы мне этим очень сильно поможете. Обязательно выйдет два ролика с обзором на эти наборы. Браш и набор разнообразный. Тут все варианты комплектаций. Еще я давно сняла ролик обзорный на маркеры Touch. Он также выйдет на канале в ближайшее время. И я помню про Наруто, и я помню про свой же челлендж. И это все также будет на канале. Просто либо дайте мне больше времени, просто подождите, не мучайте меня вопросами. Или, как я вам уже говорила, вы знаете, как мне помочь, если хотите. А теперь я хочу показать вам работы, которые были присланы на конкурс. Вернее, просто выставлены в Инстаграме. Эти работы мне очень-очень понравились. Хотелось, чтобы они были замечены как можно более большим количеством людей. Поэтому я снимаю ролик и показываю тут эти работы. Во-первых, конечно же, тройка победителей. Такие конкурсы – это всегда субъективно. И выбрать три работы из 800 классных работ очень сложно. Я выбрала сначала 20 работ и три дня отбирала по одной, чтобы в итоге остановиться на трех. Я выбрала те работы, которые спустя время мне настолько же продолжали нравиться. Это не значит, что все остальные работы неинтересные или плохие. Нет. Это все максимально субъективное. И вы сможете меня понять и других людей, которым приходится отбирать работы для конкурса, только если сами будете на моем месте. Я хотела выбрать максимально осенние классные атмосферные работы с оригинальной композицией, потому что мне это нравится в работах, с классно-цветовой палитрой. Обязательная великолепная стилизация, потому что меня привлекают интересные всякие находки визуальные. На каком-то этапе я осознала, что я не смогу угодить всем. Все равно найдутся недовольные, и их будет большинство, их будет 800 человек, потому что я выбираю только три работы. Это очень сложно. И на эту тему недавно совсем появился ролик на канале Даши Снейл. Посмотрите, пожалуйста, если пропустили. Вот Даша передает вот все то, что я чувствую сейчас. Именно с точки зрения организатора. Но не нужно, пожалуйста, расстраиваться и писать какой-то негатив. Лучше пойдите, как всегда, я всех призываю, и поставьте лайк тем трем работам, которые вам нравятся. Составьте свой список победителей, поддержите ребят, сделайте репост этих работ в сторис, еще куда-нибудь. Так будет больше пользы всем, и вам в том числе. Я вот, например, понимаю, что я не могу выбрать всех победителями. Придумала, как хоть чуть-чуть больше работ показать, которые, на мой взгляд, действительно достойны быть увиденными. Я выбирала работы, конечно же, максимально субъективные. Это конкурс. Что вы хотели? У меня в голове были какие-то варианты, как работы могут выглядеть. Мне очень хотелось, чтобы мой котик остался котиком, и я рассказывала вам об этом уже неоднократно. Я не хотела, чтобы он был похож на человека. Мне хотелось увидеться настоящую осеннюю атмосферную работу, чтобы там были какие-то привычные для теплой осени цвета. Но вот единственным исключением является работа, мимо которой я не могла пройти, потому что она очень нинктоберская, она очень настроенческая, она с классной какой-то атмосферой, с красивым пространством вокруг. И этот трогательный листик, который падает на голову котика, просто меня покорил. И несмотря на то, что эта работа выбивается по цвету по сравнению с остальными, я не могла ее не добавить. Мне бы очень хотелось, чтобы большинство людей, которые участвуют в конкурсах, особенно в моих конкурсах, были доброжелательны и адекватны, и умели поставить себя на сторону другого человека. Я считаю, что я, как один из организаторов конкурса, могу предложить свою тройку работ, которые мне нравятся больше всех остальных. Да, все остальные мне тоже нравятся. Если бы попросили выбрать 50, я бы с легкостью выбрала 50. Если бы нужно было выбрать 20, я бы выбрала 20. Но условие было выбрать три работы. Многие люди, которые проводят челленджи и конкурсы, они уже начинают злиться на этапе даже начальном. И, например, я уверена, вы часто слышали в каких-нибудь призывных роликах, когда только начинается челлендж, что не будьте тупыми, прочтите все условия, не спрашивайте у меня ничего. Я не буду вам отвечать, все четко расписано. Вы че, тупые? И так далее. Это, возможно, говорится немножко другим языком. Типа, я все расписала. Если будут какие-то вопросы, то прочтите еще раз. Там все понятно, все просто. Эти челленджи проходят каждый раз. Все у всех одинаково. Перестаньте задавать мне вопросы. И я не понимаю такого настроения. Всегда, когда устраиваю челленджи или, господи, прости, конкурсы, отвечаю на все вопросы. Даже если ответ на этот вопрос есть в посте, в видео и так далее. Я понимаю, что люди, возможно, очень сильно волнуются, либо невнимательны, либо еще что-то. И мне несложно ответить даже на 200 комментариев. 200 комментариев — это не так уж и много. Я не делаю это за один раз и за один день. Я просто, как только вижу какой-то вопрос, я стараюсь его решить. И еще появляются люди, которые помогают мне в этом. Это просто ребятки, которые точно все знают. Они все внимательно прочли, либо они уже участвовали в подобных мероприятиях. И они помогают другим. Я не понимаю, зачем негативить и говорить «Вы тупые, перечитайте еще раз пост». Я иногда могу написать, что это есть в посте, но вот я еще раз вам продублирую. Да, возможно, это был уже 50-й ответ на один и тот же вопрос. Но я всегда стараюсь ответить. И в этом конкурсе я настроила себя на то, что я просто буду в позитивном ключе всем отвечать. Вот какой бы вопрос даже самый глупый, на мой взгляд, который вообще невозможно задать, откуда он родился. Люди будут задавать, я буду отвечать и не буду злиться. И мне это очень сильно помогло. Вот с таким настроением я прошла весь этот конкурс. И я очень хочу, чтобы вы поддержали это настроение и не устраивали никаких агрессивностей в комментариях. Все негативные отзывы и такая реакция просто отбивают охоту чем-то подобным заниматься. Потому что это бесплатно для меня. То есть я трачу колоссальное количество энергии, сил, времени за бесплатно. Вы на такую работу согласились бы? Думаю, нет. Так что уважайте меня, мой выбор и всех вокруг. Всех, кто принимал участие в этом конкурсе. Очень надеюсь, что вы получили массу удовольствий от просмотра работ, которые я для вас отобрала. Можно сказать, это моя личная галерея, мой личный небольшой топчик. И повторюсь, это все максимально субъективно. Вот, например, вы хотите портретик на заказ или какую-то камешку, или вы просто котлеты приходите в магазин покупать. Вы выбираете по каким критериям? По цене, по красоте и по вкусности, наверное. То есть есть какие-то критерии. И всем будет вкусно по-разному. То же самое в рисунках. Мне вот нравится такое, поэтому я вам показала такое, как мне нравится. Потому что это мой конкурс. Я могу выбрать то, что мне нравится. И вообще, на самом деле, даже оправдываться не нужно. Но я хочу, чтобы как можно больше людей понимало, почему так происходит. Почему выбираются именно вот какие-то такие работы и так далее. И если бы на месте меня и вот всех этих марок, которые поддержали конкурс и вообще его запустили, то есть это даже не моя идея. Я просто порадовалась тому, что такие классные подарки можно получить и устроить конкурс и отправить книжку. Мне предлагали изначально сделать рандомное голосование. То есть вы бы написали в комментарии к посту «участвую» и подписались бы на всех организаторов. Но мы даже так не сделали. Нужно было просто отметить всех, кто спонсировал этот конкурс и его организовал, и сделать свою работу. Все. Я видела в комментариях очень много сообщений о том, что спасибо, какая интересная идея. Я хочу сказать вам также большое спасибо за участие и большое спасибо всем, кто поддержал мою задумку. Хотя бы даже комментариям, что это был классный конкурс и классная задумка. Мне очень приятно это слышать. Большое спасибо за присмотр. Увидимся в следующем ролике. Те трое ребят, которые выиграли книги и маркеры, пожалуйста, напишите мне потом, когда вы получите ваши посылки, как они вам, все ли вам понравилось и все ли быстро дошло. Для меня очень важно ваше мнение, и я хочу, чтобы все максимально быстро к вам отправилось. И вы были рады тому, что найдете в ваших коробках. Всем волшебной осени, волшебного дня. Ну и по традиции с ребятами, которые поддерживают меня на Patreon, услышимся в новых подкастах. Я там уже пишу новый подкаст, едва монтирую. И в постах, конечно же. Увидимся и спишемся. Пока-пока.